Всем привет! Меня зовут Наташа Гавриленко и вы смотрите первый выпуск The Exchanges Time, который создан специально для канала CryptoDealers при партнерстве с серией мероприятий The Conference Exchanges. В наших выпусках мы будем общаться с лидерами мировых криптобирж и известными персонами из мира трейдинга. Мы будем говорить не только о проблемах криптобиржа, но и проблемах бизнеса в целом в этот турбулентный период, который мы сейчас все вместе с вами переживаем. Первые выпуски мы решили посвятить лидерам, которых мы хорошо знаем, и биржам, с которыми мы плотно работаем. Сегодня у меня гость, который известен не только как первый криптоэнтузиаст Украины, но и человек, который строит инфраструктуру блокчейн-экосистемы. Михаил Чебанял, основатель первой криптобиржи на территории СНГ Куна, основатель блокчейн-ассоциации Украины и первого- единственного блокчейн-хаба на территории СНГ. Миша, привет! Расскажи, как вы работаете сегодня, что происходит у тебя на бирже и как вообще за последний месяц-два изменился криптобизнес и твоя работа в целом? Слушай, ну работаем отлично, каждый у себя дома. Вот я у себя дома, потом покажу вам, разверну камеру, как тут красиво. Вот, а так мы-то были приспособлены к таким условиям. У меня и так большая часть людей любила работать из дома, вот, но поэтому пришел коронакризис, и для нас шоком это не было. Второе, для многих сейчас это шок, этот экономический кризис, который вот-вот наступит. Мы к нему были готовы еще с восемнадцатого года, потому что кризис у криптонов появился еще в восемнадцатом, в конце его, когда крипта упала до трех тысяч. Насколько ты знаешь, доходы криптообменников и криптобирж и так далее площадок, они коррелируют практически сто процентов с курсом крипты. Вот, соответственно, когда мы увидели вот это вот безумное пике, то и доходы начали падать. Поэтому в январе девятнадцатого мы уже провели полностью всю реструктуризацию, убрали все лишнее, соптимизировали все расходы свои, какие можно, вот. Ну и финальной такой чертой оптимизации было вот уже в январе этого года, когда я закрыл блокчейнхаб. Ну ассоциация еще работает, правильно? Поэтому ассоциация, конечно, это же не связанные вещи. Ассоциация это для бизнеса, а блокчейнхаб это была такая комьюнити штука. Вот, но запускали мы ее, начал, насколько ты помнишь, мы с тобой его запускали в семнадцатом году, а искать начали еще в шестнадцатом году, то есть искать мы начали вовремя. А вот запустился, к сожалению, я не вовремя, потому что к марту восемнадцатого года мы уже видели, что крипто, в принципе, начало падать, количество проектов падать, ассо начало вымирать, как вид. Вот, ну и к концу девятнадцатого года для меня уже было, в принципе, показательно то, что как таковых криптонов независимых уже не осталось, были либо большие типа гуны, да, у которых там тридцать плюс сотрудников и им нужно существенное помещение, либо там один-два человека, и то им проще было находиться у себя дома, потому что так дешевле в каких-то более дешевых карворкингах и так далее. Поэтому блокчейн хаб закрыл, потому что, ну, комьюнити у нас сейчас нет и рынок, в принципе, не развивается, кроме как обмен. Обмен, да? Вот, у нас дела, да, ты мне спросила, как у нас дела, извиняйте, перебью. У нас хорошо, не буду скрывать, у нас все хорошо, обороты у нас выше, чем у, вернее, выше, чем в феврале процентов где-то, наверное, на 50, вот, и они держатся достаточно стабильно. Я это связываю с тем, что люди паникуют, начинают суетиться, плюс крипта падала у нас в прошлом месяце, поэтому до сих пор вот суетятся. И я подозреваю, что криптовалютные площадки в ближайший год очень неплохо могут заработать. Звучит неплохо. Ты сказал, что ты заморозил, закрыл несколько проектов. Может быть, ты ждешь, и что ты ждешь? Какие планы на год? То есть, есть ли проекты, которые заморожены, ты планируешь их разморозить через полгода, через год? Что планируешь делать? Нет, смотри. Сейчас время, когда запускать какие-то новые проекты, если они не решают проблему во время кризиса, однозначно нет смысла. Поэтому, что я сделал за прошлый год, я соптимизировал в первую очередь свое время. То есть, я не подозревал, что будет у нас коронавирус, да, но в любом случае нужно всегда быть готовым к таким штукам, и это меня научило в начале 2019 года. Вот. Поэтому я вышел из всех партнерств, которые у меня были. Я позакрывал все не-кор бизнесы. То есть, я там запускал эти пробл и ломбарды, это все я закрыл. Хаб я закрыл, обменки я вышел из этих штук всех. Там какие-то еще сторонние проекты, знаешь, там, где я одной ногой числился. Вот. Поэтому я это все дело убрал и оставил себе исключительно два проекта. Это биржа, где я занимаюсь сугубо стратегией, как визионер, и направляю. То есть, я ставлю цели, задаю общую стратегию, потом координирую, смотрю, как вся команда подстраивает свои по своим направлениям стратегии в общую стратегию, и, в принципе, вот направляю. И проект криптогривна, здесь я его веду самостоятельно. То есть, я являюсь и продукт-оунером, и продукт-менеджером, и CEO, и, в общем, в классическом анекдоте про стартапы, да. Вот поэтому два проекта оставались. Ну, отлично. Уже неплохо. Два проекта уже хорошо на год. Вот. Смотри, вопрос немножко не по криптобизнесу. Веришь ли ты в теорию заговора со всем этим коронавирусом, экономическим кризисом? Что думаешь? Смотри, здесь ответа черное-белое я не могу дать. Весь мир, он серый. Поэтому, если заинтересованные люди в вирусе и, как следствие, экономическом кризисе есть, если искусственен ли этот вирус, не знаю. Должен ли он произойти? Считаю, что должен. Для чего? Для того, чтобы поменялась вся экономическая система мира или для чего? И это тоже. И в том числе нам, как человечеству, нужно сделать перезагрузку, наш на кресет нажать, потому что мы ценности немного потеряли. Вот. Поэтому сейчас период перезагрузки ценностей. Мы все сидим по домам, мы все общаемся больше со своими родными, близкими. Сейчас, благодаря кризису, мы начнем осознавать, что действительно важно, а что выдумано и навязано нам рекламой. Поэтому я уже по себе это замечаю. То есть, если раньше у меня были какие-то игрушки все время в голове, знаешь, там, то машина какая-нибудь, самолет, еще какая-то чепуха, то сейчас, я думаю, что было бы неплохо... Back to basics. Back to basics, а именно, да, дом с каким-то, не знаю, фермерским угодьем, вплоть до того, вот что-то такое хочется. Поэтому все проще и все ближе. Смотри, следующий тоже вопрос, последний, который вот вытекает из того, что ты только что сказал. Какие открытия лично для тебя? Вот что ты такого начал делать, чего раньше не делал и даже не задумывался об этом? Ой, слушай, это вообще кайф. Я как интроверт, я кайфую. Да, ну, какой интроверт? Слушай, ну, у меня есть интровертная часть и экстравертная. Вот, оказывается, интровертов у меня больше. Я кайфую, вот сколько уже, я сижу на карантине с 19-го, по-моему, марта мы ушли на карантин. Но мы ушли, в общем, за пару дней до того, как в Киеве объявили карантин. Вот, и время прошло просто вот так, я даже не заметил ни грущу, ничего. Ты знаешь, занимаюсь теперь больше тем, что хочется, именно креативлю, изучаю свою сторону как блогера, как музыкой, даже немного занялся. О, отлично. Да, читать, наконец-то перечитал очень много книг, которые были отложены, знаешь, в долгий ящик. Теперь появилось время, все перечитал. Посмотрел фильмы, которые хотел посмотреть. Язык, новый язык начал учить. Нет, язык нет, я приступил к очень важной для любого бизнесмена штуке, такой, как стратегическое планирование. Времени стало больше, есть возможность анализировать информацию более качественно и дольше с этой информацией пожить. То есть, допустим, в течение дня что-то нааккумулируешь, потом ты с этой мыслью уходишь спать, просыпаешься, и тебя ничего не отвлекает, и ты, продолжая следующее утро, уже приходить к каким-то аналитическим, вплоть до записков. Обычно это невозможно сделать, потому что ты постоянно вырываешься из этих стратегических мыслей в какую-то операционку, еще что-то. То ты куда-то едешь, то тебя кто-то подрезал, то тебе надо продукты купить, еще что угодно. А сейчас, видишь, как кайфово, вот сижу на солнышке, греюсь, смотрю на залив Днепра, смотрю, как расцветают у нас цветы, розы цветут. Давай тогда последние несколько кадров, покажи нам природу, на которую ты теперь любуешься каждый день, и будем заканчивать тогда. Показываю, значит, с двух камер покажу. Ой, ну конечно, ну так можно быть на карантине. Я согласен с тобой, но не сразу к этому пришел. Еще год назад взял в аренду дом, когда это было не мейнстривом, назовем так, поэтому пришло недостаточно дешево. Да, поэтому я в аренду все взял, отличное решение. Я не верю в, ну не верю, по крайней мере, до кризиса в недвигу как актив, особенно загородную. В принципе, до сих пор не сильно верю, а вот какой-то домик в деревне, уже начинаю задумываться об этом. Уже выбираешь, выбираешь потихоньку, да? Да, я считаю, что средний класс должен жить в доме, где-то в пригороде большого города, то есть если тебе нужно в город, пожалуйста. А так, как показывают кризис, все, что нужно, это хороший интернет, оптика. В принципе, тебе город не сильно нужен и офис не сильно нужен. Отлично. Спасибо тебе за это интервью. Удачи тебе во всех твоих проектах. Да, все, счастливо, спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.